Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai AX35 2011 года выпуска. Двигатель 2 литра, дизель, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 147 тысяч километров. Заменю на нем передние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса. Открываю пробку. Бачка тормозной жидкости. И буду по мере замены колодок сдавливать поршня. И смотреть, чтобы у нас уровень не превысил, чтобы не потекло через верх. Поднял автомобиль, снял колесо. Откручиваю оба болта крепления суппорта. И болт сверху у нас на кронштейне амортизатора. Болт на кронштейне амортизатора на 12, эти болты на 14. Дождь на улице. То идет, то не идет. Это хорошо. Главное, снега нет. Снимаю. Колодки. Все уже на пределе. А внутренняя колодка начала скрепсти радиатором. Но по металлу еще не шоркнуло. Еще бы немножко и шоркнуло бы по металлу. Диск не задранный. Снимаю скобки. Чищу их. Также направляющие вот эти подскобки. Скобки я почистил. Ставлю на место. Также я тебе на место беру новые колодки. Колодки фирмы Саншинг. Отсвечивает, наверное. Как показать? СП-11-96. Так, вот две колодки. Внутренняя у нас идет с пискуном. И вот такой удлиненный, удлиненное окошко в прорезь. Одеваем на нее со старой колодки радиатор дополнительно. И заводим ее на место. Все, колодка стоит. И точно так же заводим колодку вторую. Направляющая верхняя туговато ходит. Придерживаю пыльник. Ее снимаю. И очищаю от смазки. Беру тряпочку. Беру отверточку. Наматываю тряпку. И убираем старую смазку. До конца ее прокручиваю. И вытаскиваю. Старой смазки всего на кончике. И практически ее нету. В шприце у меня смазка фирмы Феби. Наношу на направляющую. Я ее почистил. Добавляю маленько на кончик. И чуть-чуть добавляю смазки под пыльник. Вернее не под пыльник. А за пыльник в сам корпус. Теперь берем. Заводим. И покручивая. Ее вдавливаем до конца. Вдавливаем сильно. И как бы поворачивая. Чтобы у нас воздух вышел. Если воздух не выйдет. Надо убирать смазки. Сейчас я попробую сделать. Все. У меня получилось. Воздух вышел. Направляющая ходит. Мягенько. Смазана. Снимаем нижнюю направляющую. Вот нижняя направляющая у нас закусила. Берем ключ на 17. Расшатываем ее. Видать, давно здесь не смазывалось. Попробую. Попробую. Стянуть. Не используя смазку под направляющую. Берем ключик. Берем головку. Крутим. И давим на ключ. Все. Вышло. Нет здесь смазки. Здесь. Все закисло. И заржавело. Также беру тряпку с отверткой. Наматываю. И прокручиваем до самого конца. И так же покручиваем. И вытаскиваем обратно. Чтобы вытащить вот эту грязь. Грязь. Все. Грязи нет. Все. Направляющую. Направляющую я почистил. Направляющую я почистил. Видно уже следы на ней от коррозии остаются. Смазываю тонким слоем. Смазываю тонким слоем. Также немножко сюда добавляю. Когда чистим направляющую, чистим посадочный подпыльник. Добавляю немножко смазки под пыльник. За пыльник поправлюсь. И вставляем направляющую на место. Покручиваем ее. И продавливаем. Опять же продавливаем до конца. Чтобы у нас направляющая вот так вот не ходила. Чтобы она не была зажата. Скажем так, гидроподпор. Все. Направляющая у нас ходит мягко. Так одна, так и вторая. Верхняя у нас с резиновым демпфером. Теперь мы берем. И под пыльник добавляем смазки чуть-чуть. Берем тоненькую отверточку. Подбиваем аккуратно пыльник, чтобы его не порвать. И заводим шприцом смазку. Опять же немного, чуть-чуть. Теперь эту смазку разгоняем по кругу. Эта смазка у нас сохранит поршень долго в рабочем состоянии. Беру струбцину. И сдавливаю поршень. Утапливаю его. При этом смотрим, чтобы у нас не побежала жидкость. Нет, с жидкостью все у нас нормально. И пока я еще до конца не утопил, подбиваю опять же пыльник и выпускаю маленько воздух из-под пыльника. Поправляю пыльник, чтобы он у нас не торчал. Выше поршень тормозного. Ну, а теперь ставим его на место. Заводим на колодки. И прикручиваем болты. Поправляем. 。 Поправляем нисподок келом. Стрем. Поправляем. Поправляем pazова. Попал од BECCR� боль. Поправим у нас получола у нас виболюции. Смазываю болт Кронстейна тормозного шланга Смазываю шпильки колесные Здесь проставка стоит Устанавливаю на место колесо Аналогичным образом меняю со второй стороны Ставлю колеса Опускаю и нажимаю на педаль тормоза Чтобы выбрать этот свободный ход Иначе С первого нажатия У нас не будет тормозов Можно покатиться На этом все Замену передних колодок я закончил Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!